Вас вновь приветствует зал Пермь и уважаемые коллеги, наш симпозиум сегодня, наверное, один из самых важных, потому что этот симпозиум вновь посвящен проблеме пациентов с коронавирусной инфекцией. И тема сегодняшнего симпозиума так и называется «Поражение внутренних органов у пациентов с COVID-19 и возможные последствия». Я рада приветствовать наших многоуважаемых спикеров, которые сегодня будут освещать эту тему. Первое слово для доклада мне бы хотелось предоставить кандидату медицинских наук, ассистенту кафедры терапии и кардиологии Приволжского и исследовательского медицинского университета Болдиной Марине Викторовне, которую я знаю сама непосредственно в красной зоне работала с пациентами коронавирусной инфекции. Доклад Марине Викторовне будет посвящен особенностям поражения легких при COVID-19. Марина Викторовна, вам слово. Спасибо большое. Спасибо за возможность предоставленную и участие в конференции. Сейчас я открою свою презентацию. Добрый день всем уважаемые коллеги. Я как доктор-пульмонолог хочу осветить особенности поражения легких при коронавирусной инфекции. На сегодняшний день мы четко с вами знаем, что вирус проникает в клетку, если на поверхности этой клетки имеются два рецептора, два таких трансмембранных белка, как трансмембранная сериновая протеаза С, которая отщепляет шип от вирусной частицы, и основной рецептор, с помощью которого вирус проникает в клетку, это рецептор к ангютензин, превращающему ферменту 2. И, конечно же, эти клетки имеются в дыхательных путях, как в верхних дыхательных путях, куда сначала проникает SARS-CoV-2, так и в нижних дыхательных путях, в частности в легких, в частности в альвеолоцитах второго типа. Повреждая альвеолоцитов в легких, вирус вследствие своей репликации начинает повреждать альвеолоциты, и, в общем-то, это способствует высвобождению молекул, таких как АТФ, нуклеиновые кислоты, олигомеры, которые начинают распознаваться клетками дыхательных путей, и эти клетки, эпителиальные клетки, эндотелиальные клетки, альвеолярные макрофаги, они привлекаются в эту зону воспаления, активируются и начинают синтез провоспалительных цитокинов и химокинов, таких как интерлекин-6, таких как белки воспаления макрофагов. И эти провоспалительные цитокины, они начинают запускать вот этот вот каскад воспалительных реакций, активировать другие клетки воспаления, моноциты, Т-клетки, которые обладают Т-клеточной цитотоксичностью, начинают синтезироваться интерфероны в ответ на весь этот каскад, и замыкается так называемая провоспалительная петля обратной связи, которая способствует выделению вот этих вот провоспалительных молекул, также способствует повреждению клеток в дыхательных путях. И если у человека имеется здоровый иммунный ответ, то на начальном этапе воспаления привлекаются вирус-специфические Т-клетки к месту воспаления, где они уничтожают вот эти инфицированные клетки до того, как вирус распространится. Альвеолярные макрофаги распознают эти клетки, нейтрализованные вирусы распознают, пытаются их очистить путем фагоцитоза. И, в общем-то, вот эти процессы, они приводят и к избавлению от вируса, к минимальному повреждению легких и к выздоровлению. Однако, если у пациента имеется дефектный иммунный ответ, если у него высокая вирусная нагрузка, то происходит дальнейшее накопление вот этих иммунных клеток в легких, происходит гиперпродукция провоспалительных цитокинов, и в конечном итоге это повреждает инфраструктуру легочной ткани и может развиваться, приводит к развитию острого респираторного дистресс-синдрома. И, конечно, мы получаем, что, в общем-то, при вирусном повреждении легкие являются первым органом, которые повреждаются. Однако мы видим у пациентов и полиорганное повреждение. После того, как вирус вызвал повреждение легких, мы получаем у пациентов виромию, и, в общем-то, вирус уже попадает и в другие органы организма человека, это и головной мозг, и сердце, почки, эндотелий сосудов, и способствует непосредственному повреждению в этих органах. Ну и само воспаление, вот это приобретает системный характер, что тоже способствует повреждению других органов, и мы можем получить полиорганную симптоматику у наших пациентов. И, в общем-то, вот такая вот схема прогрессирования вот этих проявлений коронавирусной инфекции. Вот это пик, первый пик – это вирусная нагрузка, которая непосредственно в легких имеет место быть. Дальше происходит запуск вот этого уже, можно сказать, аутоиммунного воспаления, да, и повреждение непосредственное вирусом эндотелия, гипоксия, само воспаление приводит к развитию коагулопатии. И, собственно говоря, все три вот этих механизма мы видим и в легочной ткани. Если мы посмотрим на анализ аутопсий пациентов, которые погибли от коронавирусной инфекции, то более ранние публикации показывают, что действительно у пациентов имеется диффузное альвеолярное повреждение и микрососудистые тромбоэмболии. Еще одно наблюдение, тоже анализ аутопсий, также нам говорит, что действительно имеется диффузное альвеолярное повреждение, и отличительной особенностью это является COVID-19, эндотелиальное повреждение в легких, распространенный тромбоз с микроангиопатией. И этих пациентов сравнивают с изменениями в легких пациентов, которые погибли от гриппа H1N1, и что отличает повреждение легких при коронавирусной инфекции, это альвеолярные компилярные микротромбы, и они встречаются гораздо чаще у пациентов с коронавирусной инфекцией. И, конечно, готовя на свой доклад, нельзя не привести и не остановиться на очень огромной работе наших патоморфологов, которые проанализировали 543 аутопсии. Наши ведущие патоморфологи создали нам такой атлас патологической анатомии легких при COVID-19, где, в общем-то, описано очень подробно изменения в легких, которые развиваются на фоне коронавирусной инфекции. И если посмотреть на макроскопические изменения, то легкая, плотная, большей частью безвоздушная, темно-вещного или красного цвета с участками от аликтазов. Конечно, такое легкое наводит на мысль, эффективна ли при таком легком искусственная вентиляция легких. В этих легких очень много сливных кровоизлияний, геморрагических инфарктов, много облитерирующих тромбов в ветве легочной артерии и вен различного калибра. И если посмотреть на морфологический субстрат, то основной морфологический субстрат при коронавирусной инфекции – это диффузные альвеолярные повреждения в двух классических фазах – в эксцедативной фазе и в пролиферативной фазе, которые четко описаны нашими патоморфологами. Очень характерен внутри альвеолярный отек у этих пациентов, потому что вирус, повреждая альвеолы, повреждая эндотелий, нарушает целостность их стенок, повышается проницаемость альвеолокапиллярной мембраны. Это способствует накоплению жидкости в альвеолярных пространствах, то есть непосредственно отеку альвеол. Очень выражен при коронавирусной инфекции альвеолярно-геморрагический синдром, который характеризуется внутрибронхиальными, переваскулярными, интраальвеолярными кровоизлияниями вплоть до геморрагических инфарктов. Отмечается интерстициальное воспаление и отмечается наличие инфильтрации межальвеолярных перегородок, пролиферация альвеола цито второго типа. Такой феномен цитофагии, когда в просветах альвеол выявляются макрофаги, которые содержат в своей цитоплазме фрагменты различных клеток. А вот уже в пролиферативной фазу авторы нам говорят, что есть активность уже и фибробластов, фибротических процессов. И отмечается у таких пациентов умеренно выраженный фиброз межальвеолярных перегородок, полиповидное разрастание фибробластической ткани, отмечаются сливные поля облитерирующего бронхиолита и признаки организующейся пневмонии. И также практически у всех пациентов прогрессирование тромбоза в микроциркулиторном русле и в ветвях легочной артерии и в венах различного калибра. И эти изменения мы видим с вами на компьютерной томографии органов грудной клетки. То, что характерно для коронавирусного повреждения легких, это множественные двухсторонние уплотнения легочной ткани по типу матового стекла. Это как раз и есть альвеолярный отек. Могут быть зоны консолидации, которым присущи альвеолярный геморрагический синдром или присоединение уже бактериальной пневмонии. И мы можем увидеть на компьютерной томографии симптом булыжной мостовой, когда на фоне матового стекла есть утолщение междольковых перегородок. По-другому мы еще называем это симптом лоскутного одеяла. И все эти изменения наиболее часто располагаются супплеврально, периферически или перебронхиально. Вот здесь одна из классических картин у пациента с коронавирусной инфекцией. Здесь хорошо виден симптом булыжная мостовая у этого пациента. На что еще хочется обратить внимание? Помимо диффузного альвеолярного повреждения в легких пациентах в 34% случаев наши патоморфологи находят бактериальную и микотическую пневмонию. Возбудители разные. Она является очаговой, очагово-сливной. И на что хочется обратить внимание? Во-первых, это 34% и это пациенты тяжелые, которые более недели находились на ЭВЛ. Это почему акцентирую внимание? Это к вопросу о назначении антибактериальной терапии ранней, которая, в общем-то, не нужна пациентам с коронавирусной инфекцией. И бесконтрольной на сегодняшний день мы все-таки видим назначение антибактериальных препаратов. Не так часто развивается бактериальная пневмония у этих пациентов. И если она развивается, то, как правило, это все-таки уже тяжелые пациенты. Помимо изменений в легких, были находки и другие, когда и общая венозная полнокровие отмечалось, ДВС-синдром, почти в 9% сепсис и поражение других органов. Если мы посмотрим с вами, что происходит дальше у пациентов, которые выздоравливают, поправляются, выписываются из стационаров, изменения в легких, как у них регрессируют, то, в общем-то, мы видим положительные все-таки моменты, потому что были предположения, что будет уходить в фиброз вот эти изменения в легочной ткани. Но наблюдений еще опубликованных, так скажем, не так много. Что мы видим? Что, в общем-то, вот одно из наблюдений, где показано, что через 3 недели после выписки уже у 53% пациентов регрессируют полностью изменения рентгенологические в легких. Еще одно наблюдение тоже пациенты после вирусного поражения. У 25% пациентов изменений в легких исчезали через 2 недели после выписки, и уже почти у 65% пациентов через 4 недели после выписки не было рентгенологических изменений в легких. Ну и завершая вот свой короткий такой доклад, хочется еще раз сказать о том, что легкие, в общем-то, это первый орган-мишень, да, который поражается при коронавирусной инфекции. И основным морфологическим изменением является именно вирусное, вот это диффузное альвеолярное повреждение, никак не бактериальная инфекция, да, это вирусное диффузное альвеолярное повреждение, характерное, со своими характерными двумя фазами, и очень часто оно сочетается именно с альвеолярно-геморрагическим синдромом. Бактериальная пневмония, по данным, по крайней мере, патологоанатомическим отмечалась в 34% случаев. Конечно, возможно, эти цифры отличаются, это требует еще дальнейшего изучения. А вот исходы мы тоже, исходы этого вирусного поражения должны наблюдать за пациентами и смотреть, какой процент пациентов будут восстанавливаться легочная ткань, у какого процента пациентов будут сохраняться изменения. То есть нам требуется еще для этого время, чтобы понять дальше, какие изменения в легких мы будем ожидать у этих пациентов. Благодарю за внимание. Викторовна, интереснейший доклад «Поражение легких при COVID-19». И я смотрю, нам поступает огромное количество вопросов, касающихся именно этой проблемы у пациентов с коронавирусной инфекцией. И сразу хочу сказать, что мы с вами будем работать в следующем формате. Мы сначала выслушаем все доклады, которые посвящены поражению внутренних органов у пациентов с COVID-19. И далее, уважаемые коллеги, будем отвечать на все вопросы. Вопросов поступает уже много. Пожалуйста, спикеры, подготовьтесь.